Айубаван, камрады, мы в Шри-Ланке и в этом видео я хочу вам поведать о том, как быть человеком с энергией. Как разгонять энергию, как в течение дня поддерживать этот уровень и о предстоящем челлендже, который я скреативил, который я сам хочу пройти для себя с ноября, который меня реально выведет на новый уровень. Я знания хочу качнуть, я физику хочу подразвить и хочу поднять свою личную персональную энергию. Смотрите. Что-то охота какой-то движни, какой-то активности. Вот я сейчас не удовлетворен, конечно, тем, что происходит с каналом, пока он в бане. До конца декабря я наказан, просмотров нет и поэтому можно экспериментировать. И вот я спрашиваю себя, бро, а что ты хочешь вообще от этой движухи? Я понимаю, я хочу своего развития, потому что у меня огромный опыт работы с телом, с медитативными практиками, с практиками, повышающими энергию. Я бывал в ашрамах, я ученик Маха-йогина, могу с дыханием работать, с физухой, с повышением уровня самоосознания. Это не только тревел-блогинг, куда скатился канал. Я хотел делиться опытом, потому что, ну, опыт-то немерено. И главнейшая цель, которую я преследую этим челленджем, первое, развить определенный продукт, который я создаю. Второе, отточить дисциплину. И третье, пропагандировать и создавать для себя такой образ жизни, который служит повышающему энергию. Потому что я на свое будущее смотрю, как на перспективное, прекрасное будущее, в котором я все более и более энергичный тип. Вот для меня тренироваться каждый день в любых условиях, даже когда дождь прошел, даже когда турник мокрый, это настолько привычно, потому что я нашел источник, источник удовольствия в этом. И уже, наработав привычку, для меня это никакого труда не составляет. Но другие вещи, которые сейчас отнимают у меня энергию, вот они нуждаются в проработке. А тренироваться, это же сплошное удовольствие. Каждый день, несколько раз в день. А вот, например, залипать в телефоне, сейчас это проблема. И не только для меня, а, наверное, для всех. Ведь, по сути, если разобраться, то энергия – это наш главный ресурс. Ни время, как принято считать, ни деньги. Вот здоровье немножко относится, наверное, к энергии, потому что как мы узнаем, что у нас нет здоровья, что мы заболели? Ну, сил нет, энергии нет, не хочется ничего, жизнь не милая, все серое, все, надо ложиться, умирать. Ушла энергия. И поэтому я по себе четко знаю, самое кумулятивное, атомное, густовое состояние – это когда ты в челлендже. Вот с последнего челленджа, который «Трансформация панды» он назывался, где мы с девушкой пандой поехали в Индию, прошел вот ровно год. И я помню, насколько это качнуло меня тогда. Тогда я взял на себя обязательство, что даже во время путешествия я буду каждый день тренироваться в течение 60 дней, ежедневно. И в течение 60 дней я буду выпускать каждый день по видео. Иногда это были длинные видео, иногда короткие, но я снимал, монтировал стоя, научился монтировать лежа на висе, на турнике, в автобусе, в поезде. Я научился тренироваться в кориторике с хаосом. Настал вечер, и я выбираюсь на чьи-то балкон, чтобы тренироваться. Сегодня буду лупашить грудь, сделаю банки. Там же, где я здесь вечером, а за спиной реши кеш. С таким видом буду сейчас разгонять. Сразу, брат, сразу что думать, сразу погнал пацанчик делать. Быстрый, резкий, тяжкий. На хаоса, на крыше шрама, на берегу Ганги. Это все было мощно, потому что это еще было путешествие. Это ты не дома сидишь в одном и том же месте и думаешь, ой, у меня нет зала, у меня нет тренажера. Нет. Ты врывался в новый город или в новую страну, и такой хватал. Там утренняя. Хорошо. С ногами подключаешь спину. Свети, твои все стороны. А где еще качнувки, если нас выпнули из отеля? Да, классно. Хватал, что, ведро мусорное с мусором, вроде вес есть, и начинал тренинг. И это был прям челлендж, челлендж. Я соревновался каждый день с собой, потому что да не хочу, да нафиг это надо, да бессмысленно. Но в тот момент люди чувствовали эту энергию. То есть присоединился, там около тысячи человек. Смотрите, цифра за один день 23 человека. Зашло за эти два месяца на канал смотреть, чем же эта вся трансформация панды закончится. Если так разобраться, то я вообще всегда в челлендже. Это мое состояние. Я люблю это энергетическое состояние. Потому что так интереснее жить. Так есть что вспомнить. Вот жизнь как будто делится на эти вехи. О, а помнишь, было вот тогда вот такое испытание. А помнишь, такие соревнования. А вот здесь помнишь, ты преодолел себя. И это все разгоняет. Это дает ощущение, что есть еще дальше, куда ты можешь запрыгнуть выше. Утром уже оформил йогу. Главное найти 2-3 минуточки, чтобы вот так сесть и начать. И потом сила, поток, который включается, у вас начинает тащить. Потому что как я выйду вот в этот открытый космос? Для меня это как фантастическое путешествие. Звездные войны. Помните, там Люк Скайвокер, он путешествовал между вселенными. Какие-то новые миры, он туда попадал, выходил из своего корабля, смотрел, что за это. Потому что многие люди с годами, они перестают видеть светлую перспективу. Перестают видеть то, что им нужно что-то преодолеть, достичь. А ведь достижение, это главный источник нашего дофаминового кайфа. Когда мы реализуем цель, достигаем атаки. Блин, а хорошо. Да? А вообще неплохо. Обязательно поставьте лайк этому видео. А также подпишитесь на наш канал. Одна из интереснейших фраз, которую говорил мой эзотерический сенсей, он говорит, не важно, что ты делаешь, а важно, чего ты в жизни хотя бы не делаешь. И вот в моем случае, это пример, как я повысил максимальную энергию. Последний год ноль. Алкоголя вот с нового года, никаких препаратов, никаких там наркотиков, боже упаси. Сигареты, куришка улетела, ни к чему. Что это дает? Вот, например, я вспоминаю прошедший год, столько произошло. Я посетил 7 стран. Ну, конечно, первое, это мой любимый Казахстан. Там я тренируюсь, там я снимаю. Там, кстати, первый челлендж на пресс происходил. Не знаю, видно при таком освещении или нет. Но пресс, как у 18-летнего пацана, какой был, такой сейчас и остался через, блин, 30 лет. Ташкент, Узбекистан. Никогда там не был, вроде и не так близко, но и не так далеко. Совершенно другая страна, другой менталитет. Круто побывать. Потом мы мутим автостоп. С пандой двигаемся через весь юго-восточный Казахстан. Дальше. Киргизия. Два раза я был в Киргизии. Причем второй раз уже как инструктор по юге. Коуч. Видосик. Что-то все вышло. Я думал, пониже это все. Алмата, е-мое. О, мама на балконе белье вешит. Ну что, любимый момент. Давай, взорви систему. Вот так? Да. Ох, е-е-е-е. В Индию. В Индию мчим. Прокачиваем панду. Там живем в Ашрамах. Происходит этот челлендж. И Новый год. Мальдивы. Со Снехой Мальдивы. Мы там смотрим. Всякие плавают скаты. Новая страна для нее. Мальдивские острова. Ну это крутяк. Что еще можно круче придумать? Еще там на Мальдивы зародился челлендж прохода мостов. Спиной вперед, задом наперед. Да никто в мире до этого не делал. Я придумал. Это делал только я. Ну и темнокожий Ивлеева. После этого возвращаемся. Индия, Непал. С вачеком прем. 5500. Гималайя, вершина. Вот так, сетька. Машка, дай-ка сюда. Головали. Я пока сижу один. Я исчерпался. Осталось полчаса. Время почти 12 дня. Очень жарко. И каждый шаг дается с огромным трудом. И тошнит. И все, короче, голова болит. Все плохо. Но надо идти. И погода начинает пурситься. Опять к снегу ветерок тоже крепчает. Сфоткать. Врачик, отжил, смотрите, с кем тебе надо сфоткать. Нет, с тобой. А, ты на свой телефон дала? Да. Ну давай, давай, конечно. Я, короче, запрягнула тебя на спину. Не, никакой спин отвалил. Вот брат шел со мной вместе, и теперь он дошел. Да, братья. Я, ну реально там слезы пошли, когда я увидел это. Такой расчувствованный стал. Но это означало конец каких-то бесконечных страданий. Когда ты здесь, то конец страданий означает счастье. Я это так воспринял. Так, сейчас по куску сыра, и нам 4 часа до муктината. Не знаю, дойдем, не дойдем. Сейчас по второму. Будем верить, что дойдем. Батарейка садится. Ребята, ставьте, прожмите лайк, потому что мы реально отпахали. Фу, такое долго страдания не часто выпадают в жизни. Хотел я на Кайлаш, но вы видели, не дают казахстанцам визу там, в Непале. И после все это время идет сбор денег на iPhone 13. Благодаря вам, зрителям, вы собрали деньги. И уже туда, в Непал, панда привозит 13-й iPhone. И это все только за год. А что говорить о том, что параллельно все время происходило английский? Каждое утро читаем английский обязательно. Параллельно тренировке, иногда 2 утра на растяжку, на набор энергии, на разогрев тела, легкий воркаут, днем какие-то игровые. Сейчас это у нас серфинг, вообще серфинг это же космос. Вот, волна это бесконечная энергия. Я думаю, первый шум, который был на планете, это был как раз шум прибоя, волна, приход. И ты со своей ограниченной, человеческой, лимитированной энергией, ты взаимодействуешь с бесконечной мощью океана. И ты такой фу, это сплошной стресс. Но постепенно ты учишься в этом стрессе взаимодействовать, что-то делать со своим телом. И в итоге у тебя получается обалденная прокатка, да. Ну и дальше, сейчас мы в Шри-Ланке. Наконец-то я встретил мужика на пляже, который, я думал, я тут самый возрастной серфер. Но вчера я встретил из Лотана real англичанин, который 49 лет ему, посмотрите. Камрады, красивые закаты. Я вообще думал, что я тут самый возрастной на серфинге. Но вот я вижу мужчину за моей спиной, по-моему, он побил мой рекорд. И, по-моему, он так помощнее по возрасту, мне кажется. И ведь это тоже такой же дядька, он такой же заряженный, как я. Я высоченный, прокачанный, и он такой, блин, чувак. Мы с ним сразу начали разговаривать. Я говорю, колени, колени не вывозят. Я спортик, эти все лау-кики. Он такой, блин, брат, вот так ходи. Мы начинаем обмениваться информацией, потому что мы на одной волне. Мы на одной вибрации. Нам интересно, мы за диету, мы за еду. Мы за то, что, чувак, а ты что, два раза серфишь в день в свои 49? Он такой, да, завтра я еду в Эмюрате, а там дальше куда-то Лондон, бизнес. Как люди успевают это все вместить в один день? Вчера показал такое упражнение. Ходить назад на полусогнутых. И прям терапия для коленей. И все это на фоне происходит все время создания видеомонтажа, изучения, создания превьюшек, изучения этого бизнеса. Именно маркетинг в соцсетях. И это буквально привело к тому, что за год около 3000 человек присоединилась к каналу. А что говорить, например, про дыхание Бинхопа я взял? Я все люблю пробовать на себе, понять, как это люди не дышат по 5 минут. И вот вы помните, тот был челлендж, что я говорил, давайте попробуем не дышать полторы минуты. Это было где-то в апреле. Вот уже около 6 месяцев, может быть, чуть больше, я тренирую Бинхопа. Ежедневно, каждое утро, нахожу все дисциплину, мотивацию. И сейчас, каждое утро, 4 минуты я не дышу. Я вижу, насколько это благотворно влияет на органы, на энергию, на прочищение мозгов. Это просто подарок, который человек создал, и мы все должны этим пользоваться. Итак, получается, одна из важнейших моих сильных сторон, которую я в себе узнал, это дисциплина. И вот, как говорят мудрецы, усиливайте вашу сильную сторону. Именно поэтому челлендж. Из-за того, что энергия есть, а удовлетворенности нет, а амбиции есть, я делаю этот челлендж. Atomic Booster. Очень простой. 21 день. Начинается с 1 ноября. Абсолютно бесплатно. Я буду его, ну, подснимать в Ютубе, говорить, что делать. Там ввести в Телеграм-чате. Ссылка в описании. Там будем обсуждать, что как. Так, суть челленджа, закладка фундамента. Мы делаем каждое утро три базовых физических упражнения, которые периодически меняются и периодически увеличивается число повторений. И тем самым мы создаем фундамент, базу, привычку. Вот эти 21 день, но мы уже все знаем, что это создается привычка для дальнейшего, просто атомного изменения, трансформации в своей жизни. Я в это верю очень сильно, потому что я на себе это проверяю. Всю свою длинную, успешную, разную и неуспешную, в том числе, но продуктивную. И я верю, что будет светлое будущее. Жизнь. Мысль челленджа делать, начать с физухи. Все начинается всегда с физухи. Далее физуха двигает наше мировоззрение. Дальше повышается уровень самоосознания и с ним уровень энергии. Система проста, я по ней развиваюсь уже всю свою жизнь. Это показало свою работоспособность и не только на мне, но и на других людях. Итак, всего лишь 21 день. Разбито это будет по 7 дней, чтобы, ну, скажем так, 3 место человек выдержит только 7 дней. Потом он подумает, ну, я на 7 рассчитывал, ну, может быть, еще 7 смогу. Это второе место, 14 дней. 7 плюс 7, 14. И еще плюс 7 дней, 21 день. Ну, что ты там, очередной миллиардный челлендж, которых сейчас везде навалом, да зачем, на кой нам это надо? Вот в этом вся сложность челленджа. Поэтому челлендж для начала должен быть максимально простой. Никто не взваливает на себя сразу походы в джим, там, по 5-часовой тренировке. Нет, базовое упражнение, приседы, отжимания, но ежедневно ты проверяешь себя на способность делать одно и то же рутину на ежедневной основе. Да на всю жизнь желательно этот задел сделать. Поэтому это будет постепенный, медленный ввод в эту привычку. Остальные причины, по которым вот так сложно, челленджи же полно. Почему их так сложно, да и не хочется выполнять. Во-первых, ну нету энергии у человека. Он рано встает, он тут, семья, жена на работу, на работе его вот так, а-ча-ча, с работы, пока он в метро, автобус он приехал. Нет сил, он такой, так, мне бы похавать, я добычек, я все сделал, отстаньте, скролить ленту, ложиться спать. Нету ни на чего энергии больше. Во-вторых, когда нет энергии, то нет и цели, ты не можешь. Энергия, она идет на создание цели. Нет энергии, нет цели, ты не видишь смысла. Да что я буду там тренировать тело или читать этот английский, или узнавать новую профессию. Я не вижу в этом смысла, меня устраивает. Я работаю менеджером. Вот с женой мы 10 лет, мы уже друг друга не хотим давным-давно. Но, поэтому, что я для нее буду стараться, там, пресс или еще что-то. А для себя мне и подавно не надо. Для себя у меня пивко там и эти желтые полосатики в пакетах. В-третьих, у нас нет на это времени. Ну, у нас день весь забит старыми занятиями. Почему старыми? Потому что для того, чтобы развиваться и прогрессировать, нам нужно впустить в жизнь что-то новое. Нам нужно найти место или от чего-то избавиться. Вот, например, ноль алкоголя, ноль куришки. Это дает время. Вот люди начинают чем-то заниматься другим спортом или развиваться, когда они поняли, что теперь я не трачу время на поиск бара, на трату денег на выпивку. Следующий весь день я не страдаю от похмелья. У меня много времени, что делать. Вот тут появляется место для нового. Он начинает изучать новую профессию. Он начинает путешествовать, может уволиться с работы. Это все одно к одному тянется, одно за другим. В-четвертых, у нас нет знаний. У нас нету... Нам очень хорошо, когда есть ментор. Он говорит, так, сегодня ты делаешь вот это. Я знаю, я тебе подскажу. Ты, главное, выполняй постепенно. В процессе выполнения у тебя будут появляться эти знания по этому вопросу, который ты хочешь улучшить в своей жизни. Ну, а в-пятых, и самый главный момент, дисциплина. Потому что сейчас YouTube, все книжки эти мотивационные, они о том, что да, давай, братан, делай. Мотивации накачали, ты весь замотивируем. Мотивация через пять дней сдулась, слилась. Дальше должна включаться дисциплина. Дальше подключается цель. Дальше подключается какая-то, знаете, ярость на самого себя, что что ты, неужели не сможешь сделать, что ли? И вот этой вещи у множества людей не хватает, но это тренируется, это нарабатывается как раз-таки. Вот челлендж это лучший инструмент для этого. Мне понравилось. Вчера на пляж вышел на серфинг, и мужик, когда мы первый раз увидели эту лодку, она была совершенно разрушена. Мы делаем там йогу в пяти метрах от этого мертвого каркаса от лодки, который казалось, что он сгнил до мной, его вышвырнуло, пожевало акулами, поваландало на волнах и выплюнуло на берег. И вот мы делаем йогу 20 дней. А он пришел и начал вначале фанерками обложил, создал каркасик, потом он начал все это делать. Да сейчас увидите. Друзья, комрады, хочу рассказать вам историю про этого мужчину. Он закончил работу, а что он делал? Он делает эту лодку, пирогу. И она была, может быть, в старых видео вы ее увидите, она была абсолютно разрушена, абсолютно непригодный катамаран к жизни. И в один из дней, а мы здесь сделали йогу, вот прямо здесь, и в один из дней я прихожу и вижу, что там просто картонки, фанерки какие-то маленькие, залатаны дырки, носа не было совершенно, бока пробитые. И вдруг он начинает это обмазывать все стекло каким-то пластиком, в общем, каким-то стафом. Вот это задние дырки вообще не было, фанерка стоит. И вот сверху, вокруг этого каркаса вдруг появляется лодка. Он сегодня ее красит вот красной краской. И это самая новая крутая лодка. И по итогу вы видите, что человек ежедневно, поставив цель, делая что-то, он создал свой катамаран, свой год. Теперь у него есть бизнес. Он будет на нем выходить или наймет команду, и они будут плавать, добывать рыбу, кормить его и приносить деньги. Ну круто. И все это на наших глазах. Вот это меня потрясает. Ежедневно он делал одно и то же. У него была цель, понимание. Он доставал инструменты, тратил свои несколько часов жизни. Результат. Дофамин. Самая красивая лодка, блин, там на пляже. Ну новая, потому что покрашена. Но в первую очередь, камрады, этот челлендж нужен лично мне. Я реально чувствую вот этот потенциал Atomic Booster. Я хочу свой уникальный опыт проявить через канал. Все-таки всю жизнь я развиваюсь по одной системе, которая охватывает и наше физическое состояние, и нашу ментальность, и нашу энергетику, и финансы, и взаимоотношения. Это очень мудрая и древняя система. По многим крупицам я собирал это из разных, так как я люблю пробовать, экспериментировать, именно практиковать, читаешь, делаешь, изучаешь, делаешь. То наработок множество. И в канале, на съемках каких-то там этих тревел-блогов, я все время намекаю, да, пытаюсь блеснуть якобы эзотеричностью. Кто-то говорит, да, это там шизанутый, просветленный. Йога Нари. Я давал намеки о том, что будет нечто большее, что есть что-то глобальное за всем этим трепом там на жаргоне из 90. Но моя ошибка была в том, что я ожидал, вот сейчас аудитория вырастет, просмотры увеличатся, потянутся люди, и тут я им ошарашу. Ребята, давайте развивать там сексуальную энергию по танкле, давайте повышать уровень самоосознания, включать внутренний диалог. Я этому учился там на шести випассанах в моей жизни, в буддийских монастырях, в йоге, во шрамах. Сейчас я вам все буду рассказывать, вести вас за собой, но этого ничего не случается, потому что предположение одно, а жизнь лучше гуру. Оно расставляет все на свои места. И я вижу уменьшение просмотров, и поэтому, ну, думаю, так, да пора уже, давай лучше. То, от чего ты кайфуешь, то, ради чего все это начиналось, задумывалось. Накидывая немножко побольше многофункционала в канал. Цель этой системы саморазвития является тем, что человек превращается в более энергоемкое существо, более энергоемкое создание. И система с этой задачей справляется, ну, просто идеально. Это я на себе проверил. И на людей, которых я подтягивал в нее, которые начинали трансформироваться, они такие вау. Поэтому, комрады, дальше будет интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь. Дальнейшие инструкции уже ближе к 1 ноября я буду выпускать видео. Это видео, оно такое, как разогревающее, знаете, чтобы вы немного подготовили, чтобы не с панталыку, не с кондачка, а чтобы сосредоточиться о том, что можно что-то начать делать, что даст удовлетворение, повысит энергию и ощущение себя иным созданием, иным человеком. Вот этим мы будем заниматься с ноября. Сейчас лайки, подписки. И до встречи в новом видео через пару дней, где я дам более детальное описание самой идеи челленджа. Ну и, конечно же, никуда не денется travel-блог, потому что в течение этого челленджа надо уезжать из Шри-Ланки и возвращаться в Индию. И не просто там в Гуаз залезть в домик, а мы поедем путешествовать. Идея объехать всю Южную Индию, побывать на самой крайней южной точке Индии, это все будет во время челленджа. Поэтому будут еще сложные моментики, знаете ли. Обниматься! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова